друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие напоминаю вам о том что у меня появился новый обзор на канал который называется галинка малинка 2 обзоры ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но вы конечно же не забывайте переходите подписываться ну что ж мои хорошие в преддверии праздника да у нас огромное количество выходных получается праздничных дней не у всех конечно да но так скажем у многих да и у нас сегодня сокращенный день поэтому друзья мои в общем с вами будем всячески конечно же общаться и обсуждать ольгу уралочку и не только ее ну что ж друзья мои сегодня вышел на канале уралочки вот тот самый ролик словали сломали диван да все вытекающие уралочка там нам позировала опять устроила самый настоящий показ мод и в общем все вот эти вот моменты которые мы с вами обсуждали в моем да ну уже даже не утреннем наверное обзоре не помню во сколько его часиков 12 к часам наверное я его выложила так вот ребят конечно же естественно писали комментарии и на моем канале на канале уралочки и хочется мне с вами некоторые моменты обсудить знаете я все понимаю прекрасно да я знаю что вот этому маразму и тупизму хомяков уралочки уже просто нет никакого предела мы уже с моими зрителями привыкли пробуем про мумеранг вот это вот читать да читать всевозможные вот эти моменты про зависть ах вы им завидуете ребят но вы знаете когда уралочка получала вторую группу инвалидности там тоже были такие пары человек которые писали а вы что завидуете я так если честно не поняла это был прикол или это был степ какой-то да писать мне и зрителям на моем канале тому что мы можем завидовать тому что уралочка получила вторую группу инвалидности но вы знаете сегодня когда уралочка призналась что они такие добили свой диван и я уже над этой темой знатно посмеялась самого утра сказав о том что ну кто бы сомневался да имея такие пропорции там уже как говорится ни один диван не выдержит учитывая что все таки диваны тоже имеет свойство изнашиваться это понятно но уралочка молодец свалила все это благополучно на маленьких девочек которые конечно же ура вот этому дивану могли нанести только последнюю так скажем точку да то есть уралка его уже знатно добила вместе с сарафаном ну а не знаю вместе с ним или без него да ну а вот эти девчонки просто стали так скажем последней точкой друзья мои ну уралочка молодец всегда найдет на кого свалить и что вы думаете я-то посмеялась со своими зрителями сказав о том что наверное пришлось бедному несчастному сарафанчику потрудиться над тетушкой олюшкой дабы так скажем как раз таки получить метры заветной квартирке да надо знаете на такие жертвы жертвы иногда приходится идти мы посмеялись как говорится я сказала что он ее брал буквально как вершину на некой горе как она сказала он там коленками ногами значит тоже там вот в общем да чуть ли не гапокат плясывал вместе с чечеткой все понятно что там и кто делал и кто так скажем виноват в том что диван все-таки уже отдал свои последние кранты да но тут же представляете пришли комментаторы от уралочки вот эти ее хомяки ее обожатели и начали писать мне комментарии моим зрителям следующего содержания а вы что завидуете а ты что завидуешь а вы что завидуете я сидела и знаете и смотрела и вот понимаю что даже уже не до смеха да я думаю люди когда задают подобного рода вопросы они вообще понимают насколько они по идиотски глупо выглядят ну во первых любой нормальный человек понимает прекрасно что как раз таки кто говорит про зависть это и есть самые настоящие завистники это ладно это мы уже говорили миллион раз да и в данном случае это как раз таки хомяки уралки и сама уралка они всегда толдычат про некую зависть правда у них уже миллион раз спрашивали где чему конкретно можно позавидовать сразу в кусты молчок дальше с биноклем наблюдать на нас из-за кустов да вот чем они и занимаются но здесь ребят тот самый момент когда тетя здоровая да взяла и сломала кровать диван друзья мои неважно диван бы это был да или бы это была кровать это вообще не имеет никакого значения сказать а вы что завидуете я так если честно и не поняла чему я должна позавидовать тому что мы не ломали кровать или тому что мы с моими зрителями еще не дошли да и дай бог не дойдем до такой вот этой как говорится тучки да чтобы сломать вот эту кровать под своим собственным весом или я не поняла или потому что я простебала и просай про шутила обсмеяла вот этот момент когда значит сарафанчик влезал на нее буквально там с разбегу на тете олюшку да пытался залезть вот вот этому мы должны позавидовать что у них раз в пятилетку нет нет что-то да и произойдет но уж извините у кого-то может раз в пятилетку а у кого и каждый день происходит да и кому-то об этом кричать не надо мы там так да мы там так как говорится резвились что ж диван сломали для кого-то это обыденные вещи понимаете вот уралки сразу видно что не до е полнейший конкретный у сарафана тоже потому что он постоянно всех в этом обвиняет вот постоянно вспомните как он всегда кричит да они такие да у них потому что не до е не до тра ну ну знаем мы прекрасно знаем мы прекрасно что у вас там происходит поэтому ребят я так и не поняла если честно чему конкретно я должна была с моими зрителями позавидовать уралочки и сарафану то ли тому что мы еще диванов не ломали так скажем не дойдя до этой комплекции да опять кто-то скажет вот она что виновата да в моем понимании она виновата потому что она жрет не в меру не зная мира абсолютно никакой и ничего ее не останавливает и да вот моя зрительница сегодня тоже но много было хороших комментариев спасибо ребят и зрительница моя елена по моему написала о том что говорит галь да можно ей дать эти палки да для скандинавской ходьбы которые я и предлагаю уже в очередной раз она говорит только ей это не надо так я прекрасно понимаю что ей это не надо абсолютно то есть люди так говорят ей нормальные какие-то вещи а в первую очередь хейтеры да ей говорят нормальные вещи а едет абсолютно не надо я всегда говорю понимаете здесь 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 дело даже не в том что сарафан ее заставляет что-то там есть да он ее подталкивает к этой идея нет здесь дело в том что она сама для себя не сказала вот этого слова стоп а раз она его не сказала соответственно все все зависит только от нее это должно быть ее решение ее осознанная позиция а у нее как раз таки ничего этого даже близко нет в общем друзья мои я говорю я так и не поняла то ли мы должны позавидовать тому что мы не дошли еще до того до той весовой категории дабы под нами ломались диваны и а это этому можно завидовать да то ли то ли мы должны позавидовать тому что все таки вот этот фейерверк желаний друзья мои свершился раз в пятилетку он на нее запрыгнул с разбега дабы так скажем вот вот этот вот как раз таки отметить момент что она решила ему тоже да отдать квадратные метры мол ты тоже оставайся мальчик с нами будешь нашим королем кто-то скажет гальчет несешь какой к чертовой матери мальчик ребят понимаю просто ради стеба этот момент сказала там конечно уже целый дядька да ну в общем да по поступкам конечно самый настоящий мальчик в общем ребят я говорю что хомяки уралочки они просто уже себя даже не слышат и не понимают что несут просто полнейшую околесицу ну чему завидовать завидуют обычно более успешным более интересным да и то если в тебе есть это чувство зависти а нормальный человек об этом даже не думает далее читая комментарии на канале урал очки вы знаете ей пишут олечка олечка какая же вы вот по-доброму как же вы с радостью все дела делаете по-доброму какие вы молодцы еще кто-то ей написал вот как хорошо что люди радуются жизни и нет негодкого негатива так бы все и было слушайте а мне вот интересно а с каких это пор у нас доброту да вернее вернее вот это сюсюканье коверканье своего родного голоса до своего взрослого голоса мы с вами прекрасно слышали урал очка в реальной жизни не говорит голосочком пятилетней девочки а с каких это пор коверканье голоса попытки свой голос потянуть под голос пятилетней девочки выдают теперь за доброту это вот с каких пор мне просто интересно и в чем опять же заключается ее в доброта ее доброта в том что она сюсюкается не своим голосом да нет это не доброта в том что она рассказывает сказки как она щедро всех одаривает друзья мои а потом те самые вещи оказываются где-нибудь на вида в магазине одежды да или еще где бы то ни было в общем уралочка молодец ее хомяки дальше своего носа ничего не видят она им лапши навешала а те зная значит эту лапшу благополучно принимают за правду жизни ну вообще ничего не понимают ребят абсолютно ничего еще одна тетенька на моем канале написала боже мой какая же вы злая ну вы знаете если в вашем понимании уралочка добрая та самая которая всех посылала нахер та самая да 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 ну не так как я а прям вот конкретно но я уж не буду материться да та самая которая желала людям сдохнуть да вот эта ваша добрехонькая красивехонькая та самая которая через неделю про мужа про своего собственного забыла прожив с ним на минуточку 19 лет и приняв вот этого товарища да который пришел к ней с одной сковородкой да и про мать свою забыла когда надо было о ней вспомнить уралочка благополучно бегала по кафешкам если это эталон добрый женщины для вас ну значит вы такие же добрые и значит вы уралкина хомяки и защитники способны на те же самые поступки кавычках да которые совершает уралка вот этот вот ее альфонс ее товарищ поэтому значит вы как раз таки из той же когорты людей что и сама уралка что и сам сарафан я очень рада что такие как мы я и мои зрители для вас получается злые нет мы не злые мы справедливые и у меня всегда обзор по факту увиденного и услышанного ничего из того что я сказала что она и посылала на три веселые буквы и желала людям сдохнуть да и про мужа все это она рассказывала и про маму мы помним все истории поэтому ничего из того что я сказала не является вымышленным и каким-то придуманным моментом все это по факту увиденного и услышанного далее друзья мои некоторые зрители пишут уралочки на ее канале да ну она же там стояла значит рекламировала и пришли вещи на рекламу от блогера да и она начала там рассказывать ой спасибо спасибо тебе спасибо там тебе за вещи и так далее ой я даже не знаю как тебя благодарить правильно ей написала одна женщина в комментариях на ее канале под этим видеороликом спасибо написала женщина не отделаешься соберите посылку и отправьте а то все привыкли даром а вы знаете я целиком и полностью согласна что она действительно все привыкла брать даром она человек потребитель который знаете отдаст да да возьмет как говорится отдаст на копейку а возьмет на рубль и вот она всегда ой я даже не знаю как вас отблагодарить я даже не знаю что вам отправить слушайте ну реально смешно ну вот правда смешно да люди себе отправляют правда ей это люди отправляют на рекламу здесь все понятно но мы все с вами помним прекрасно ту историю про женщину да у которой не было руки и который у которой знаете уралочки ей было как-то не зазорно брать посылку от этой женщины на которую эта женщина потратила конечно же свои кровно заработанные деньги дабы прорекламироваться уралочки уралочки было не не стыдно друзья мои даже нисколько она никаким глазиком своим не моргнула и не сказала да ладно я вам то сделаю бесплатно да ну как то вы вышли все таки вот у вас такие проблемы со здоровьем да нет нет что вы я от вас посылку не возьму ну вот как то так друзья мои в общем уралочка уралочка рассказывает сказки и в это в эти сказки верят ее обожатели в то что она действительно кормит и поет свою племянницу своего внучатого племянника обратите внимание их уже и след простыл все стоило только приехать об дугани а вообще был ли мальчик да я о том что а была ли это племянница нет я прекрасно понимаю что она есть и внучатый племянник есть я их даже видела да но в то что они приходили к уралочке буквально столоваться каждый божий вечер в это я никогда в жизни не поверю потому что все люди работают и людям не до уралочки да да и уралочка не из той категории людей которые будут кормить и поить бесплатно вот опять же да вроде казалось бы мелочь но какая показательная ситуация когда сарафан бедный несчастный вспоминал как они кому-то отдали несчастный пакет зелени которую они сажают у себя которые у них полным полно на огороде и вот да оля кому же мы отдали оля кому же мы отдали я могу себе представить если бы она там действительно этой племяннице отдавала вещи да отдавала вещи своему внучатому племяннику если бы она действительно ее там банками склянками затаривала да там бы столько бы говна было от этого сарафана что мама не горюй да и сама уралочка не тот человек и ребят кстати вот я уже в очередной раз делаю акцент на том что обратите внимание думаю многие мои зрители обратили на это внимание вот вспомните в прошлом году кто их смотрел да и кто смотрел ролики их прошла годние вот а год назад да я имею ввиду ту же зиму да вспомните они за стол никогда не садились без той же аджики да у них всегда была и кабачковая икра аджик он вообще всегда с аджикой все ел абсолютно ел все в этом году у них на столе толком нет ничего единственный пару раз наверное как-то вытащили какие-то там банки склянки и то после того как мы их все за затюкали и спрашивали куда вы дели свои банки куда вы дели свои банки и вот уралочка вытащила а вот они типа банки на месте вот они банки на месте а где аджика без которой как они в прошлом году говорили он есть не садится за стол да он там чуть ли не банку съедал вместе с уралочкой на пару ну уралочка как всегда конечно ничего не ела светом духом питалась ну да а сарафан вот съедал где вот эти компоты где все на свете где вот эти закрутки где эти все банки вот просто очень даже интересно ну мое мнение что они все это дело благополучно продавали да вот как-то продавали 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 потому что ну ничего нет ребят то что они там 4 банки кому-то там отдали да с барского плеча так они не просто так отдали даже те кому они тогда ездили навещали эти люди к ним приезжали летом и тоже привозили им презенты и не приезжали с пустыми руками да плюс если сами они там 4-5 банок собственных съели, а где все остальное, ведь готовила она в больших количествах, то, что она все отдала, 99% закруток она отдала, в это, ребят, я никогда не поверю, вот никогда в это я не поверю, тем более в их ситуации. В общем, ребят, сегодня был такой ролик, знаете, было, как говорится, о чем поговорить, над чем посмеяться, да, были интересные комментарии, в том числе и на канале Уралочки, кто-то там даже просит, Оля, пожалуйста, обязательно, не знаю, Степа, то ли это правда, обязательно покажите, как Сарафан будет ремонтировать, собственно, диван. Не знаю, с какой целью им надо это показать, то ли решили поржать над ними, то ли, да, кто-то там написал, что у меня такая же проблема, в общем, друзья мои, кино и немцы отдыхают. Ну, а Уралочка в очередной раз себя продемонстрировала во всей красе, покрутилась, да, красопета, Малаешка Красопетовна просто в ударе, как всегда, жжет по полной программе, не по-детски, Сарафан гогочит над ней, никаких слов любви он знать не знает и никаких комплиментов отродясь, а она от него не слышала. Вот, кроме того, что хватит зубы сушить, да, что-то там глаза разуй, да, хотя они у нее были открыты, вот, ну и многие вот такие, да, где вот помните про синее платье, когда мы все там оборжались по полной программе, ну и вот так вот, что у тебя, чуть ли не морда красная, очень, очень хорошие комплименты. Вот так обычно любящие мужья и говорят своим любимым женам, особенно на всеобщее обозрение. Ребят, вот такой мне получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем желаю всего самого наилучшего, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok